Субботний день футболисты ЦСКА и Питерского Зенита, а также их болельщики, проведут вдали от московского шума и суеты. Местом проведения матча 11-го тура между этими командами станет подмосковный поселок Селятино. Движет футбольными функционерами в основном энтузиазм и желание разнообразить досуг 18 тысяч местных жителей, для которых подобная игра события. Мы для зрителей, поэтому зрелище должно быть. И народ пойдет, и в общем-то сам клуб создан для того, чтобы народу было развлечение какое-то. Это зрелище, так же как культура, так и спорт. Стадион в Селятино имеет опыт проведения матчей на высшем уровне. Здесь уже играла молодежная сборная России и, учитывая ремонт на «Динамо», готовы и впредь проводить отборочные матчи в Селятино. Газон местного стадиона считается одним из лучших в Подмосковье. Президент клуба ЦСКА и главный тренер Садырин, они были здесь, смотрели. Им очень понравилось, поэтому они как раз и выбрали наш стадион. На подготовку к матчу ЦСКА «Зенит» в Селятино существенно влияет одно обстоятельство. Прошлой осенью армейцы принимали здесь Черноморец. Тот матч обернулся скандалом, который по сей день помнят местные жители. Безопасность до, во время и после матча была организована из рук вон плохо. Болельщики принимали непосредственное участие в игре, демонстрируя по ходу матча умение владеть мечом. После финального свистка армейские поклонники побили стекла окрестных домов и разгромили несколько коммерческих палаток. Организатор матча ЦСКА «Зенит» футбольный клуб МЧС Селятино учел ошибки прошлого. Это неудивительно, если учесть, что главный учредитель Селятинского футбольного клуба – Министерство по чрезвычайным ситуациям. К субботе силы правопорядка подойдут во всеоружии. Будут привлечены поселковая и нарофаминская милиция, областной и нарофаминский ОМОН, два или три взвода десантников Таманской дивизии, а также почему-то взвод разведчиков Кантемировской дивизии. Ну, это вынужденные меры безопасности. Они, в общем-то, может быть, действительно получится, что милиции будет больше, чем болельщиков, но другого выхода нет, потому что по прошлому году не хочется, чтобы били стекла и бомбили хороший наш спорткомплекс. Проблема безопасности беспокоит естественные местных жителей. Как вы относитесь к идее проведения вот такого матча в вашем миноголе? Ну, прекрасно. Спортят всегда хорошо. Другой вопрос, что порядок должен быть. А вы не боитесь приезда московских фанатов сюда? Нет. Почему нет? Ну, в прошлом же году они город разгромили? Ну, не так, чтобы совсем, но говорят, что в этом году будет много милиции, много солдат, так что, почему бы и нет? То есть для вас это положительное событие? Да. Может быть, наоборот, подружимся. Почему? Обязательно громите все. Трибуны Селятинского стадиона вмещают 3000 зрителей. Учитывая заградное пространство и примыкающую к футбольному полю березовую рощу, на матче ожидается порядка 4000 человек. Питерская армейская торсида, взятые в плотное кольцо блюстителей правопорядка, будут разведены по противоположным краям единственной Селятинской трибуны. Кстати, билеты на игру стоимостью 20 тысяч рублей можно приобрести лишь на месте, в окошке единственной на стадионе кассы. Зато в связи с проведением матча хоккейная коробочка будет переоборудована в бесплатную парковку. Поселок Селятина находится в 30 километрах по Киевскому шоссе к югу от Москвы. Автобус, курсирующий между станцией метро Юг-Западная и Селятина, имеет неудобное расписание и к тому же существует в единственном числе. Так что основным пунктом десантирования болельщиков наверняка станет платформа Селятина. Найти дорогу от станции до стадиона будет несложно. Километровый путь превратится в живую аллею из людей в военной и милицейской форме. Сила правопорядка помогут любителям футбола добраться и обратно. Пассажирам вот этой электрички, следующей в Москву, скорее всего скучать не придется. Поезда в сторону Селятина отправляются с Киевского вокзала регулярно, с интервалом в полчаса. Меры безопасности предусмотрены и здесь, на вокзале. Осенью прошлого года электропоезд, доставивший армейских болельщиков после матча ЦСКА Черноморец из Селятина на перрон Киевского вокзала, не досчитался окон в двух вагонах. К матчу ЦСКА «Зенит» транспортная милиция готовится серьезно. Поездку в Селятина и обратно поклонники армейской команды проведут в теплой компании ОМОНа.